Привет! В этот раз Samsung, если честно, удивили соотношением ценника и начинки, ведь стоит он чуть больше 200 долларов. В наших магазинах с официальной гарантией, да еще и в рассрочку можно брать. Хотите честно, без воды сильные стороны и на чем сэкономили? Поехали! Вау! Какая технология! Друзья, рекомендую обратить внимание на данный начинающий техноканал и его ведущего. Приветик! Меня зовут Макс. Он не только делает интересное видео, но и заявляет, что он не продажный блогер. Ха-ха, ну это мы еще посмотрим в будущем. А сейчас однозначно рекомендую подписаться и даем слово Максу. Буду рад видеть каждого из вас на своем канале, так что заходите, подписывайтесь, будет еще много чего интересного. Итак, 5555 гривен или 207 долларов я заплатил за него в магазине «Розетка». И скажу вам, еще той задачкой было получить данный смарт. Они разлетаются, как горячие пирожки. Когда я заказал и оплатил данный смарт, мне позвонил менеджер и сказал, что они уже закончились. Еле выпросил на обзор для вас данный смарт. И сейчас я смотрю, их нет в наличии. То продаж, да еще и не более двух штук на одного покупателя. Что за «на». В общем, это уже о чем-то говорит. Ссылку, где брал, где еще посмотреть в РФ и Украине, смотрите в описании. И вот мы уже сразу понимаем, на чем немного сэкономили. На коробке. И это очень хорошо. Не ею же будем пользоваться. Такой простенький, незаурядный карабас. В комплекте сам смартфон в чехле и с пленочкой. Тут я думал, что чехол. Блочок зарядки с поддержкой быстрой зарядки, кстати. USB-C кабель. Вот оно. Свершилось. Пошла массовая мода на USB-C. Это реально удобно и пора уже. И, конечно же, скрепочка. Вот и весь комплект. Сняв все пленочки, что сразу замечаешь. Конечно, большой Infinity V-дисплей на 6,3 дюйма. Минимальные рамки со всех сторон. Вроде бы как один экран держишь в руках. И каплевидный выступ вверху. Как для бюджетника, это, конечно, очень круто. С другой стороны, нас встречает пластик. Корпус полностью пластиковый. Причем пластик глянцевый. Хорошо собирает отпечатки пальцев. И я не зря взял именно в синим цвете. На нем отпечатки видно хуже. Но я настоятельно рекомендую докупить к нему чехол. Ведь царапаться будет очень быстро. Пластик, да еще и глянцевый. Смартфон довольно тонкий. 8,8 мм. Весом в 186 грамм. Сканер отпечатка пальцев почти заподлицо. Но благодаря окантовке нащупывается хорошо. Работает просто отлично. Распознает 10 из 10 касаний. Плюс я повесил на него еще одну функцию. Можно опускать верхнюю шторку. И не тянуться пальцем. Да это же удобно, черт возьми. Просто скроллим и все. Хотя потянуться немножко, вернее приловчиться нужно. Сканер немного выше, чем обычно. И тут дело привычки или длинные пальцы нужны. Также тут есть еще один вариант разблокировки. По лицу. Срабатывает очень быстро. С забавной анимацией вокруг каплевидного выступа. Внизу у нас квартет из входа под 3.5 миниджек, USB-C входа, микрофона и решетки динамика. Микрофон шумоподавления есть и он вверху. Лоток под сим-карты у нас крутой. Можно доставить карту памяти не в ущерб двум симкам. Это конечно же плюс. Даже с учетом, что тут и так много памяти. 4,64 гигабайта. Присмотритесь. Вот решетка разговорного динамика. Отличное и удобное решение. Сразу же проверил в разговоре. Очень громкий и четкий он оказался. Микрофон тоже отличный, меня слышно хорошо. Раз уж о звуке, то спикер основного динамика выдает достаточно громкий звук. Но не выдающийся. Есть на рынке и получше. Но для просмотра фильмов или YouTube вам точно хватит. В нем не очень много низких частот, но в целом хорош. В наушниках он тоже звучит неплохо, а главное громко. Громкости хватило настолько, чтобы раскачать не затычки и пищалки, а даже достаточно высокоомные наушники. Ну что же, главная фишка. Экран. PLS. 19,5 к 9. Full HD. О чудо. Кто не впервые на моем канале знает, что я лучше отношусь к IPS или LTPS, чем к AMOLED. Из-за их шим, широтно-импульсной модуляции. Мерцание, проще говоря. А также выгорание и иногда неестественной цветопередачи. Тут же PLS. Это почти тот же IPS. Вот, наверное, на чем Samsung типа еще сэкономили. А на практике же ура. Ваши глаза скажут вам спасибо. Вот только Always-On дисплея в связи с LTPS матрицей тут нет. Как и копеечного индикатора уведомлений, что странно. Дисплей сам с хорошим белым, с уходом холодные оттенки. Я же люблю, например, более мягкие, теплые. И попробовал включить фильтр синего света. Но тут меня ждало некоторое разочарование. При включении дисплей стает желтее, но черный тоже стает грязновато-желтым. Я видел такое на дешевых IPS в китайских смартфонах. Это мне не понравилось, но если не пользоваться защитой зрения, не о чем волноваться. Запас яркости отличный. В погожий день будет все видно. Нижний порог тоже комфортный. Глаза не выжигают вечером. Ютубчик смотреть на таком одно удовольствие. Под каплю обрезает. И так выглядит все эстетично. Что касается игр, то можно все настроить. Или будет обрезать, или нет, решать вам. Но в принципе этот выступ не сильно мешает. В танках скругление экрана не дают увидеть мне FPS. Но на низких настройках вижу, что все идет плавно. Но блин, такое впечатление, что я играю впервые в эту игру. Из-за формата экрана. Я тупо не попадаю по кнопкам. Нужно привыкать. Забавная ситуация. Еще одна забавная ситуация состоит в том, что тут заявлен процессор Exynos 7904. С видеоускорителем Mali-G71MP2. А определяется как Exynos 7885, который чуть более мощный за счет чуть высших частот. Но я думаю, что программульки просто ошибаются. На сайте Samsung есть информация. На нем можно поиграть практически во все игры. Тут дело зависит от настроек графики. И мой коллега из канала Smart Plus Test поиграл на нем хорошенько. И кому именно игры нужны, посмотрите. Подсказка выезжает сверху, если видео уже доступно. Как-то видел в одном из обзоров, что тач тупит и туговат в играх. Опровергаю. В моем образце с ним все отлично. А еще чувствительность можно дополнительно увеличить в настройках. В бытовом использовании Proz проявляет себя хорошо. Не последнюю роль тут, конечно, играют 4 гигабайта LPDDR4X оперативы. Ядра Cortex-A73. Оболочка также работает шустро и без тормозов. В Antutu он близок к Snapdragon 636. Целых 108 тысяч баллов. Вот залог шустрой работы. Еще я слышал, что тут медленный Wi-Fi. Вот Speedtest в сравнении с Mi Note 3 от Xiaomi. По-моему, разница небольшая, но у Samsung было пару раз, что скорость значительно падала. Я думаю, это софтовая проблема и должны подправить. Но реально очень большой плюс этой модели за эти деньги в том, что тут есть модуль NFC. И оно благодаря данному смартфону в том числе идет в массы. Тут это сильная сторона. Bluetooth 5.0 и с LTE, конечно, проблем не будет. Ведь все под наш рынок и наши частоты. Камеры. Два модуля. 13 мегапикселей основной с апертурой f1.9. И новомодный ширик на 5 мегапикселей с апертурой f2.2. Я не ожидал от данной камеры за эти деньги чудес. Но она превзошла ожидания. Если честно, думал, будет похуже. Модуль достаточно светосильный и позволяет получать очень даже неплохие фото, как днем. Так и вечером. Само собой, вечером и детализация падает, и шуму больше. Портретный режим тоже поддерживает, но частенько ошибается. Видео максимум доступно в Full HD 30 кадров. Тест съемки видео на смартфон Galaxy M20. Full HD 30 кадров у нас. Это максимум. Оптической и электронной стабилизации нет, потому при съемке на ходу будет тряска. Хорошо, что есть компрессор или лимитер при записи звука, имеется в виду. И можно записывать громкие, например, концерты без перегруза. Это плюс. Качество на ваших экранах. На ширик можно делать прикольные фото с эффектом рыбьего глаза, или просто захватывать много деталей. Но качество хорошего от 5 мегапикселей и темной оптики ждать не стоит. Фронталка 8 мегапикселей с апертурой f2.0. Фоткает днем неплохо. Даже размывать задний фон умеет, так что для селфи подойдет. Автономность. Вот еще одна сильная сторона смартфона. Целых 5000 мА. Да, конечно от ПО все сильно зависит, но проц у нас 14 нанометров. На таком большом дисплее только такие батареи и нужны. Железно вам хватит его на день очень активного использования. И на 2-2,5 при среднем или неактивном использовании. 30 минут YouTube посадит смартфон на 4-5%. 30 минут игр на 7-8%. Это на 75% яркости. Вначале я говорил о быстрой зарядке. Не очень быстро он заряжается. Полный заряд примерно за 2 часа. Но и 5000 мА держим в уме. В итоге я хочу ответственно сказать, что данный смартфон реально стоит своих денег. 100%. Samsung смогли выпустить бюджетное устройство, которое удовлетворит большинство юзеров. Конечно данный смарт не для гиков. Но обратите внимание, большой дисплей. Трендовый, безрамочный. Хотя замечу не люблю выступы и большие скругления. Но тут хотя бы уже не огромная монобровь. Есть NFC. Железа для комфортной работы хватит опять-таки большинству. 4,64 гигабайт памяти. Слот для двух сим-карт и карты памяти. Батарея 5000 мА. Хорошая камера. Известный и не стыдный бренд. Официальная гарантия. И даже в оплату частями можно взять. На удивление достаточно хорошая основная камера. И спасибо Samsung, что тут не AMOLED. Наконец-то. А то, что мне не понравилось, так это дисплей в режиме защиты зрения. Черный стает грязно-желтым. Что нет индикатора уведомлений. И конечно пластиковый, а главное глянцевый царапучий корпус, который по-любому нужно прятать в чехол. Ну что же, хит? Бестселлер? Да, так и есть. А знаете, кому нужно сказать спасибо? Правильно, Xiaomi. Которые отжимают у всех рынок и производителям приходится изощряться. Вот ко мне приехала глобалочка Redmi Note 7. Это будет следующий обзор и это тоже хитяра. И конечно же мы их сравним. Так что обязательно подписывайтесь. С вами был Андрей, канал Smart Plus. Всем пока, друзья.